Во Владивостоке рядом со школой номер 56 открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Новое пространство стало настоящим центром притяжения. Занятия проводятся бесплатно. Детям очень нравится. Комплекс большой, новый, хорошо оборудованный. Здесь есть и большие раздевалки, где дети могут переодеваться. Есть медицинский кабинет. Детям очень нравится. Одно из направлений, по которому проводятся тренировки – каратэ-киокусинкай. Для проведения занятий педагоги используют современное оснащение и инвентарь. В зале установлено татами, где дети выполняют кувырки и бег на коленях. Также имеются хлопушки и макивары. С их помощью спортсмены отрабатывают удары ногами и руками. Одной ногой мы бьем по ноге, после чего ногу убираем назад. Тут же хлопушка выставляется на голову и отсюда туда – на голову. Погода? Одной ногой. Минуту работает. По словам педагога дополнительного образования, каратэ-киокусинкай – это не просто спорт, а целая жизненная философия. Сначала мы детям объясняем, что такое пояс, что такое поясовая система, как это работает и для чего это нужно. Дети, когда начинают заниматься каратэ, мы начинаем их обучать именно блоков, удары, стойки, передвижения, это все потом как-то в совокупе. И потом потихонечку начинаем их выводить на экзамен. Для начальных поясов это очень как бы, ну, это как бы как посвящение в каратисты, мы их особых там не мучаем. А вот более старших поясов уже опытных, там очень такой прям тернистый путь нужно пройти, чтобы добиться высоких результатов. Здесь дети не только знакомятся с основами единоборств, но и развивают свои физические навыки, обучаются дисциплине и работе в команде. Здесь проходят тренировки по каратэ, также в свободное время посещают тренировки по тэквондон. В дальнейшем планируются в свободное время тренировки по танцам, по гимнастике, то есть, ну, максимально будут задействованы этот фокус. Стоит отметить, что тренировки во внеурочное время доступны и бесплатны для детей школ номер 56 и 76. Юлия Рокотская, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.